Наши приоритеты в жизни нарушены. И наши хождения с Богом слишком поверхностные. Вокруг себя мы видим людей полных злобы. Они следуют за лжеучителями. Они вторят тому, что диктует им этот мир. Они больше времени проводят в Ютубе, чем в молитве и бодрствовании. Их больше заботит внешний вид, чем желание прославить с Богом их Творца. Я знаю, что наши жизненные приоритеты — это показатель нашей духовной зрелости. Наши жизненные приоритеты — это барометр нашей духовной температуры, нашего духовного здоровья. Наши жизненные приоритеты — это ясная картина того, где мы находимся в нашем хождении с Господом. Верующие в Коринфе предпочли остаться в духовных яслях, тогда как, по идее, они могли бы уже окончить колледж. Мы видим людей, наполненных гневом, они святым духом, они соглашаются с мировыми определениями и мировыми стандартами. Они совсем не ценят доступную им силу Божию. Они легко отступают от своих обетов, если на пути им встречаются препятствия, вместо того, чтобы твердо стоять в своих убеждениях и укреплять свою надежду и веру в Господа Иисуса Христа и в Его Слово. Они следуют за лжеучителями, которые учат тому, что угождает их плоти. Они не готовы платить цену своей жизни за истину Слова Божьего. Они проводят больше времени за просмотром видео в Ютьюбе, чем в молитве и поиске Бога. Их больше заботит внешний вид, чем духовное состояние. Они вечно спорят и ссорятся вместо того, чтобы хвалить и прославлять Бога. Их состояние жалкое. В первом послании Коринфянам, 2 главе, апостол Павел использует греческое слово для обозначения плоти. Я хочу, чтобы вы запомнили это слово. В нем всего 5 букв. Слово, которое он использует для обозначения плоти, это слово «сарка». Это слово переведено нам как «плоть», но на самом деле оно не имеет ничего общего с плотью и кровью, с телом, в котором мы живем. Слово «сарка» не имеет ничего общего с телом, в котором мы обитаем. До тех пор, пока не обретет новое тело, войдя во славу Божию. «Сарка» — это слово, которое относится к нашей ветхой природе, до того, как Христос вошел в нашу жизнь. «Сарка» — это естественный разум, до того, как Христос изменил наш разум. «Сарка» — это ветхая природа, которая властвовала над нами до того, как в нашу жизнь пришел Христос. 50-й Псалом, там Давид сказал, «А вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Как и каждый из нас, все мы родились с этой греховной природой, но эта греховная природа, к сожалению, не исчезает, когда мы рождаемся свыше, когда происходит наше перерождение. «Сарка» дремлет внутри нас, она всегда пробуждается и всегда готова начать действовать, когда ее натравливают дьявол и мир. «Я всегда знаю, когда Сарка поднимается во мне, выпячивая свою уродливую голову. Думаю, вы тоже это знаете. Поэтому я благодарен Господу за то, что Он дал нам трех мушкетеров для поведы над нашими врагами. Он дал нам обновленную природу, дал нам свое слово и свой Святой Дух. Все эти Божьи дары даны нам для того, чтобы мы могли побеждать наших врагов, которые пытаются сбить нас с правильного пути». Прочитав отрывок, начиная с 18 стиха 1 главы, 1 послания к Коринфянам, до конца 2 главы, мы увидим причину, по которой коринфские верующие не были едины во Христе. Дело в том, что они не были объединены в видении, которое дал им Бог, потому что они позволили своей плоти разгуляться. Причина, по которой они не жили в силе Святого Духа Божьего, заключается в том, что они позволили своей плотской природе открыть дверь в мир. Они позволили дьяволу войти. Посмотрим 2 главу с 10 по 13 стих. Павел говорит, «Дух Божий помогает нам изучать, возрастать и понимать Слово Божие». Запомните, что именно Святой Дух – главный автор Библии. Если бы я мог, я бы назвал Библию книгой Святого Духа, потому что Он – автор, Он – главный автор Библии. Он держал ее авторов за руку, когда они писали книги Библии. «Вы обращаетесь к Святому Духу Божьему и говорите, что ты имеешь в виду». И Святой Дух более чем желает просветить наш разум. Он видит нашу отчаянную нужду, когда мы обращаемся к Святому Духу, как к автору Библии, и просим Его просветить наш разум. И Он делает это. Дорогие братья и сестры, послушайте. Меня очень печалит то, что сегодня многие евангельские верующие боятся Святого Духа. Как вообще можно бояться своего лучшего друга? Они читают Библию, вдохновленную автором и написанную им, но никогда не обращаются напрямую к автору и не просят Его осветить их понимание, чтобы они могли понять и повиноваться тому, что Он написал. И это заблуждение. Неудивительно, что люди в этом мире совсем сбиты с пути. Либо Святой Дух Божий все контролирует в вашей жизни, либо это делаете вы сами. Третьего не дано. Почему? Потому что, когда человек отвергает Святого Духа, игнорирует и проходит мимо Святого Духа, когда руководство Святого Духа отвергается, когда его водительство игнорируется, в нашу жизнь приходит смятение. Мы становимся совсем потерянными. И Павел говорит, что Святой Дух внутри Святой Троицы является тем, кто координирует их общение между собой. Он прекрасно знает разум Бога. Поэтому только он один может объяснить, может обучить и может привести нас к пониманию разума Бога. Одиннадцатый стих. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем?» Действительно, никто. Никто, кроме вас, не знает вас так, как вы знаете себя. И Павел говорит, «Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». Дух Божий в совершенстве знает разум Бога. И дальше говорится о том, что Дух Божий более чем рад. Он всегда готов постоянно открывать нам разум Божий, постоянно просвещать наш человеческий разум посредством Слова Божьего. Почему так? Чтобы мы могли расти и становиться зрелыми. Давайте посмотрим на это так. Дух Святой — это фонарь, освещающий все темные уголки нашей жизни и наших сердец, возлюбленные. И это все тот же Дух Святой, который помогает нам возрастать не только в познании, но и в благодати. Это все тот же Дух Святой, который является нашим наставником, учителем и инструктором. Это все тот же Дух Святой, который желает дать нам мудрость, способность различать и разуметь, который желает дать нам помазание и благоволение у Бога и людей. Тот же Дух Святой, который помог вам уверовать, желает, чтобы вы познали разум Бога. Посмотрите на 6 стих, по 16, в них Павел приводит две причины, по которым мы отчаянно нуждаемся в Святом Духе. Тут две причины. Прежде всего, потому что естественный разум никогда не сможет открыть нам разум Божий или мудрость Божию, а во-вторых, потому что мудрость Божия может быть получена только от Святого Духа. Святой Дух — это Дух Божий. Божья мудрость никогда не может быть нам открыта без помощи Святого Духа. И он сказал, что если бы люди, стоящие у власти во времена Иисуса, имели мудрость, если бы они могли постичь ее без Духа Святого, они бы никогда не распяли Иисуса. Но она была скрыта от них, потому что таким образом Бог намеревался открыть свой план спасения и позволить Иисусу пойти на крест. Но, к счастью, эта мудрость не скрыта от верующего, который ищет ее. Посмотрите еще раз 9 и 10 стихи. Тут Павел цитирует книгу Исаии, 64 главу, 4 стих, и 65 главу, 17 стих. Это цитата из Исаии. Прямая цитата из Ветхого Завета. Посмотрим это место. Но как написано. «Не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог, любящим его». Он не говорит здесь о небесах. Многие люди цитируют этот стих, пытаясь описать небеса, но нет. Поэтому я убеждаю вас, каждое воскресенье не вырывайте текст из контекста. Тут Павел говорит не о небесах. Здесь описывается Божья мудрость. В этом стихе говорится о том, что Бог приготовил для тех, кто любит его и ищет его всем сердцем. Тут сказано, что наш естественный разум, наши уши и глаза, наше сердце само по себе не в состоянии постичь всего того, что Бог приготовил для нас. А мудрость Божия дается лишь тем, кто его возлюбил, кто возлюбил Бога всем сердцем. Итак, вторая причина. Божественная мудрость может передаться нам только сверхъестественным образом, то есть посредством Духа Святого. Как я уже сказал, Дух Святой координирует общение и передачу информации внутри Святой Троицы, внутри разума Бога. И первое, что Он делает, чтобы передать нам Божью мудрость, Он показывает нам, что мы грешники, что мы направляемся в ад и что мы нуждаемся во спасении. Он тот, кому Бог доверил открыть это тем, кто стали авторами книг Библии. Святой Дух может использовать простых людей, кого-то, кто засвидетельствовал нам, кого-то, кто пригласил вас на евангелизацию, кого-то, кто сделал для нас то или иное благо. И точно так же Святой Дух использовал обычных людей, когда они писали Священное Писание. Они получили уникальные откровения, данные только им. Они писали то, что было надиктовано им Духом Святым. 12-13 стихи. «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». О чем же здесь говорит Павел? Послушайте, он говорит, что Дух Божий вдохнул в них эти слова. Святой Дух дал это вдохновение каждому из авторов книг Ветхого и Нового Заветов. Когда он говорит, «Дабы знать дарованное нам от Бога, дарованное в конкретной области», он имеет в виду библейских писателей, получивших откровение и вдохновение непосредственно от Святого Духа. Он не просто помогает им понять написанное, а он дал им нечто абсолютно свежее. Это устное откровение было дано только авторам Священного Писания. И после того, как канон Священного Писания закрылся, никто не может добавить к нему или убрать из него он. Поэтому во Втором Послании Тимофею, в Третьей главе, Павел говорит, «Все...» «Все это сколько?» «Все Писание Бога духовновенно и полезно». Это дыхание самого Бога. Здесь он говорит, «Мы приняли от Духа Бога все, дарованное нам от Бога». Он имеет в виду авторов книг Священного Писания. Я знаю, что среди некоторых проповедников и учителей модно говорить, «Ну, я не совсем уверен в Ветхом Завете». Насчет посланий я не совсем уверен. Я принимаю только то, что сказал Иисус. Если они хотят принимать только то, что сказал Иисус, то пусть посмотрят, что сделал Иисус, когда его искушал сатана в пустыне. Что же он сказал? Помните? Он цитировал Ветхий Завет, Второзаконие, восьмая глава, третий стих. Итак, вот что он сказал, цитируя Ветхий Завет. Это Иисус. Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Сколькими словами? Всяким словом. Не только словами, которые вам нравятся. И не только словами, которые мы одобряем. Не только словами, которые приемлемы в нашем обществе. Нет, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. А теперь я попрошу вас взглянуть вашими духовными глазами на 13 стих, что и возвещаем, не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Что бы вы ни делали, не слушайте никого, кто говорит вам, что часть Слова Божьего в настоящее время нужно отделить от нашей жизни, или что. Некоторые части Библии в наше время утратили свою власть и свою актуальность. Как Бог показывает свои истины нам, христианам 21 века, как Он открывает их нам, живущим в 21 веке. Он делает это, просвещая наш разум. Слово Божие можно распознать только духовно. Слово Божие можно понять только духовно. Если вы отвергаете Святой Дух Божий, если вы игнорируете Святой Дух Божий, сколько бы у вас ни было ученых, богословских степеней, ваши духовные глаза не будут просвещены. Мартин Лютер как-то сказал, Библию нельзя понять своим талантом или усердно изучая ее. Здесь можно рассчитывать только на влияние Святого Духа. Именно поэтому мы верим, что Божие откровения и вдохновения были даны авторам Библии. Каждому из них. Абсолютно. Каждому из них. А нам дается просветление от Бога. Он дает нам озарение. Не тем, кто писал Библию, не тем, кто в ней сомневается, не тем, кто просто ее анализирует. И поэтому в заключении Павел задает вопрос. Кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? Или кто может давать ему указания? Есть кто-то, кто настолько глуп, чтобы взять на себя такую ответственность? И ответ — нет, таковых нет. Но мы имеем разум Христов, когда подпадаем под власть Святого Духа. Когда мы подпадаем под власть Книги Святого Духа, только тогда у нас появляется Божья мудрость и появляется Божий разум. И только тогда мы с вами становимся способными различать и распознавать волю Бога. Когда мы учимся подчиняться ничему иному, как только авторитету Слова Божьего. Поэтому вы можете задать себе простой вопрос. Вырос ли я в своей вере? Вырос ли я в своем уповании на Бога? Возрос ли я в понимании Слова Божьего за последние 12 месяцев? Слова Божьего. Слова Божьего. Слова Божьего. Слова Божьего. Слова Божьего. Слова Божьего. Слова Божьего.